Чуть-чуть, пожалуйста. В зал суда первый из дуэта веселых молочников Максим Трошин прошел не веселым, но вполне уверенным. В Ахитовский суд его доставили уже из колонии. А вот второй веселый молочник Александр Шибков пришел своими ногами, но на всякий случай с вещами. Он как новичок в этом молочном деле на время следствия был отправлен под домашний арест. Максим Трошин обвиняет в совершении мошеннических действий и ряда эпизодов, непосредственно касающихся хищения молочных продукций у ряда юридических лиц. Здесь нельзя не уточнить, что Максим Трошин уже получил свой срок от Верховного суда Республики 3 года 10 месяцев за хищение почти 50 тонн сливочного масла. Упрощая сложную схему деятельности ныне заключенного бизнесмена, можно сказать, что мужчина обещал сливочно-молочным фирмам тендер от исполкома. Ну а дальше эти фирмы, в ожидании заветного тендера, сами того не зная, работали уже на Трошина, в итоге оставаясь и без тендера, и без товара. Молочные изделия закупались, продавались они неизвестно. В том, что они не платили данным заводам, непосредственно поставщикам, денежные средства. Не успел Михаил Трошин обосноваться в колонии, как неожиданно всплыли новые, неучтенные следствием, эпизоды его деятельности. Причем всплыли вместе с компаньоном Александром Шибковым, который, по его собственным словам, понятия не имел, что вся их с Трошином деятельность подпадает под статью Уголовного кодекса. Обычная коммерческая деятельность. А физические лица – это договора займа, по которым был возврат кому-то больше половины, кому-то чуть меньше. В итоге Вахитовский район и суд уже не веселым молочникам настроение испортил окончательно Александру Шибкову на 9 лет колонии общего режима, а Максиму Трошину на 6 лет в дополнение к предыдущим 3 годам и 10 месяцам от Верховного суда республики. Как сыр в масле. Ранее уже осужденный бизнесмен и его компаньон, который оказался на скамье под судимых впервые, катались недолго. Все-таки масло – продукт скоропортищийся. Вот и пришлось срочно менять тактику, пытаясь продать уже подпорченные товары снова удачно, с прибылью почти в 50 миллионов рублей. Уже потом, когда все потерпевшие обвинили бизнесменов в мошенничестве, аферах, а кто-то и в воровстве, оба ответили всем и сразу. Ваши обвинения на нашем коммерческом языке звучат совсем иначе. Товарно-денежные отношения или попросту бизнес. Мария Малченкова, Сергей Ткаленко, Телеканал, эфир.